КОЛЛЕКТИВ ЛИТСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ Главным событием 2012 года стали выборы депутатов в Палату представителей Национального собрания Беларуси и выборы членов Совета Республики. По Лидскому избирательному округу номер 54 депутатом Палаты представителей Национального собрания избран врач-хирург Лидской центральной районной больницы Валерий Гуща. Уважаемые личане, позвольте поблагодарить вас, всех избирателей, всех тех людей, которые выдвигали, отдали свои голоса за мое выдвижение в кандидаты, в депутаты, всех тех, кто пришли на выборы, всех тех, кто отдали голос за меня. По Ивьевскому избирательному округу номер 53 и Дятловскому номер 54, которым относятся населенные пункты Лидского района и часть города Лиды, избраны начальник отдела образования Ашмянского райисполкома Наталья Кучинская и начальник управления организационно-кадровой работы Гродненского облсполкома Леонид Ермонтович соответственно. В Верхней Палате Парламента 4 года будет представлять Лидский регион главный редактор Лидского телерадиообъединения Нина Позняк. В начале 2012 года в Лиде открылось белорусское предприятие с иностранными инвестициями «Хавербай» металлотканный завод. Оно было построено за год в черте Лидского участка свободной экономической зоны «Гродный инвест» по улице Жукова. В Беларуси это первое производство высококачественных металлотканных сеток для горнодобывающей, строительной, химической и нефтехимической промышленности. Мы преследуем цель выйти на местный рынок, что посредством данного контракта мы попытаемся подготовить платформу для увлечения в дальнейшую работу всей области. Второе открытие для нас это ваша страна, в которой царит чистота и порядок. Таким образом наше решение организовать производство здесь мы приняли с большим энтузиазмом. Противотуберкулезный диспансер в январе 2012 года переехал в отремонтированное здание по улице Выдайка. Врачи-фтизиатры, лаборанты и медсестры ждали этого события полтора года. Старое здание противотуберкулезного диспансера по улице Чапаева было снесено во время подготовки Лиды к республиканским дожинкам. В старом здании диспансера это была всего лишь одна фактически комната с перегородочкой. А здесь фактически четыре кабинета у нас. Здесь все сделано под евростандарт, по евроремонту. Кроме этого у нас поставлены новые микроскопы, появился новый стандартный катяшной шкаф. В областной психоневрологической больнице Островля в 2012 году начался ремонт корпуса, в котором располагаются психиатрическое и наркологическое отделения. Кроме того, что изменяется планировка количества палат, технологические, скажем так, аспекты материального обеспечения работы отделения включают в себя и изменение тепловой реабилитации здания, изменение крыши, замена окон, замена дверей, замена всего сантехнического, электрического оборудования, водоснабжения, плюс устройство палаты интенсивной терапии, изменение еще технологического уровня оказания медицинской помощи в наркологическом отделении. В марте представители Национальной академии наук и строители вручили символические ключи от завода горячего оцинкования металлоконструкции «Конус» его работникам. К массовой оцинковке изделий на предприятии приступили в том же месяце. Этот завод, конечно, не совсем типичен для Национальной академии наук, потому что это более подходит для промышленного министерства, но, тем не менее, это новая технология. Ее необходимо было внедрять, такое решение было принято. Для страны это нужно. И очень важно, что своевременно это сделано. 2012-й стал знаковым для коллектива Лицкого телевидения. Талантливый! Брестская крепость герой! Книга ко мне! Талантливый, Дмитрий! Лицкое телерадио объединение! С 8-го национального телевизионного конкурса «Телевершина» они вернулись с пятью наградами. Не ожидала, что наша компания будет четвертой в общем зачете. Ну, это просто, просто действительно вершина. Молодцы ребята, все молодцы, весь наш коллектив. И спасибо телезрителям за ту поддержку, которую они нам оказывают. Тогда Лицкое телевидение по количеству завоеванных наград уступило лишь трем республиканским каналам. ОНТ, Беларусь-1, ЕС-ТВ. Поэтому спасибо большое, в первую очередь, моим коллегам, руководству Лицкого телерадио объединения, за возможность творческого роста. На Лицкельмарше в 2012 году запустили вторую линию по выпуску стальных панельных радиаторов. Линия производительнее первой на 30%. Это позволило предприятию увеличить производство отопительных приборов в более чем в два раза. Май 2012-го запомнился тем, кто следит за спортивной жизнью личины. Команда «Лицкельмаш» стала чемпионом Беларуси по мини-футболу в высшей лиге. Абсолютно никакой гордости. Есть просто такая бодрящая радость, что команда победила. В последних играх вообще не думаю, как забивать. Просто знаю, что ребята помогут. Главное – выкладываться. Ну и все, дальше удача будет с нами. Самое важное событие июня 2012 года для Лиды – проведение седьмой презентации выставки «Лида. Регион-2012» и Международного экономического форума. Они проходили в расширенном формате. Кроме наших предприятий, в них участвовали организации еще восьми районов Гродненской области. В Лиду приехали свыше трехсот членов официальных делегаций. На проводимых мероприятиях присутствовали представители 25 стран. Впервые презентацию выставку «Лида. Регион-2012» и Международный экономический форум посетили послы Эстонии и Сербии в Белоруссии. В июне 2012-го в двух километрах от деревни Новины Новогрудского района потерпел крушение военный самолет Су-25 116-й штурмовой авиационной базы. После выполнения плановых полетов самолет начал терять управление. Ценой собственной жизни летчик Николай Гриднев сумел отвезти машину от населенного пункта. Имя директора Лидского дома-интерната для психоневрологических больных Ядвиги Стацевич в 2012 году было занесено в Книгу славы Гродненской области. Я очень благодарна, конечно, судьбе, что так посчастливилось мне получить эту награду, что мое имя занесено в Книгу славы. Но в первую очередь я хочу сказать огромную благодарность выразить своему трудовому коллективу, своим коллегам по работе, своим работникам за то, что они так высоко оценили мой труд. И очень благодарна Лидскому районному исполнительному комитету, в особенности Александру Николаевичу Островскому, за то, что он именно оценил мой труд. Летом в локомотивном деполе дореконструировали угольный паровоз серии «Р». Планировалось, что он будет возить туристов по новому историко-туристическому маршруту Гродно-Паречье. «Были определенные трудности, связанные с недостатком документации, с тем, что уже очень мало людей осталось, которые видели эти паровозы вживую. Но ничего, на дороге есть еще такие люди, которые нам помогают, нам участвуют». Долгожданным событием для Личан стала реконструкция улицы Островского. «Тротуары и все, как бы, и ограды будут иметь совершенно другой вид. Красиво будет, а так уже тут было так запущено все». Работы хоть и затянулись, но к концу года были завершены. В 2012-м хлеборобы Личины собрали более 86 тысяч тонн зерна. И это на 20% больше, чем год назад. Урожайность зерновых выросла почти на 5 центнеров и составила 39 центнеров с гектара. В 2012-м году в Лиде стало больше учебных заведений. В сентябре был открыт Лидский филиал Гродненского училища Олимпийского резерва. Под него переоборудовало издание бывшего 235-го училища. Сегодня на 8 отделениях здесь занимаются более сотни юных спортсменов. На базе Лидового дворца в сентябре начала работу детско-юношеская спортивная школа по хоккею с шайбой. Первыми ее учениками стали 250 юных хоккеистов 2005-2006 годов рождения. Атака скрежет разворот, замена на ходу. И шайба в поисках ворот, безумствует на льду. Один за всех вперед, ура! Давай покажем глаз! Хоккей командная игра! Хоккей игра для нас! Наша игра! В сентябре был сдан в эксплуатацию мост, связывающий населенные пункты Песковского сельсовета, расположенные на разных берегах Немана. Этого события местные жители ждали 4 года с того момента, как утонул понтонный мост. Кужина, что требует аж на Ворлю ехать, требовало было на Белицу, на Дятлова. Это вельми тяжко и накладно. Осенью 2012 начались работы по строительству транспортной развязки в районе магазина «Ромашка». Здесь предусматривается уширение проезжей части с устройством левого и правоповоротного съезда, устройство светофорного регулирования автодорожного и пешеходного движения, устройство автобусных остановок двух. Уже новая улица пойдет через этот частный сектор с выходом на улицу Гастелло в районе Детского сада. У нас на следующий год запланирована реконструкция самой улицы. Вот кусок, который остается от магазина «Ромашка» до участка, где уже работы выполнены в порядке реконструкции за счет финансирования магазина «Алми». То, что в 2012-м было только на бумаге, уже реальность. Сегодня вместо двух Т-образных перекрестков действует один крестообразный, а улица Куйбышево продлена до улицы Гастелло. В 2012-м году предприятие «Лида Хлебопродукт» ввело строительство фабрики по производству макаронных изделий. В 2012-м году в регионе были сданы в эксплуатацию четыре современных картофелехранилища. В новых условиях стали хранить картофель в сельхозпредприятиях Можейково, Ходоров-Загра, Йотковский и в совхозе Лицкий. В этом же году сельхозпредприятие «Лицкая птица и фабрика» завершило реконструкцию двух из четырех птичников. Каждый рассчитан на 25 тысяч голов цыплят-бройлеров. В птичнике сделано полностью, смонтировано оборудование, как кормление, паение, вентиляция, установлены компьютеры для регулировки процессов всех технологических. В декабре в Лиде открылся Туристко-Информационный центр. Запрошаем в нашу хату! И начал работу стадион по улице Кочана. Таким был в жизни нашего региона 2012 год. Как это было в 2013-м, мы вспомним через неделю. До встречи на Лида ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова